Владимир Першанин. Диверсанты Судоплатова. Из погранвоиск в спецназ. Глава номер один. Отряд капитана Журавлёва. Немецкий эшелон, которого напряжно поджидали, остановился на разъезде, не доехав километра до засады. Вместо него, постукивая на рейсовых стыках, появился мотовоз. Платформа с будкой и дизельным двигателем, переоборудованная немцами в патрульный броневагон. Капитан Журавлёв, лежавший рядом с Николаем Мальцевым, положил руку на ствол его Дегтярёва и шепнул. «Передай по цепочке. Никому не высовываться». Старший сержант кивнул и, повернувшись к снайперу Грицевичу, негромко передал команду. Диверсионная группа из 15 человек замерла. Появление мотовоза не ожидали. Обычно перед каждым воинским эшелоном дорогу проверяла дрезина с патрулём из 4-5 солдат железнодорожной охраны. Два дня назад такая дрезина проехала, не заметив закопанный обрезок трубы, имитирующий мину. Но мотовоз не дрезина. За дорогой внимательно наблюдали офицеры с биноклем и несколько сапёров. Патруль двигался с небольшой скоростью и остановился, не доезжая шагов пяти до мины нажимного действия. Было слышно, как шипели тормоза, а броневагон сдал метров на 10 назад. «Увидели!» С досадой жал кулаки капитан Журавлёв. Два пулемёта, один из них крупнокалиберный, разворачивали стволы. Расчёты, укрытые за металлическими бортами, изготовились к стрельбе. Обер-лейтенант, старший экипаж из 10-12 человек, раздавал негромкие команды. Трое сапёров во главе с унтер-офицером спрыгнули вниз и осторожно двинулись вдоль насыпи, направляясь к подозрительному месту. Мальцев смахнулся лба пот. Происходило что-то непонятное. Как они могли заметить небольшую, хорошо замаскированную мину? Впрочем, опытный глаз способен различить место, где перворашили и заново разровняли щебень. Николай подтянул поближе Дегтярёв и снял предохранитель. Дальнейшие события разворачивались стремительно, и не так, как этого ожидали капитан Журавлёв и его люди. С платформы ударили оба пулемёта. Гулка, как в пустое ведро, молотил короткими очередями крупнокалиберный машин-гивер. Его тяжёлые пули гудели, разламывая толстые сухие ветки из защитной полосы и спиленных ещё весной деревьев. Второй пулемёт, новый МГ-42, бил с характерным рычащим звуком, выпускает 20 пуль в секунду. Его трассы проносились пучками, оставляя клубящиеся крошуа земли и древесины. Рикошетели от камней, уходя в осеннее небо, покрытое облаками. Хлопали винтовочные выстрелы, ввели огонь несколько автоматов. Группу спасала предусмотрительность капитана Журавлёва. Он выбрал место для засады в 150 метрах от насыпи. Хотя командир разведки партизанского отряда Аркадий Снитко предлагал залечь поближе. «Когда состав кувыркнётся, можно крепко по фрицам врезать. У нас ведь два дегтяря, плюс ваши автоматы. Опять-таки, в суматохе трофейным оружием можно разжиться». Насчёт оружия разведчик нёс заведомую чушь. Любой эшелон, даже с фуражом или второстепенным грузом, сопровождали как минимум взвод охраны и две-три зенитные установки. Да и насчёт кувыркнуться вряд ли бы получилось. Хотя на фронте у немцев дела шли неплохо, в здешних лесных местах составы сильно не разгонялись. В лучшем случае опрокинуться вместе с паровозом несколько головных вагонов. Из остальных выскочат с руки железнодорожной охраны, откроют огонь зенитки, мало не покажется. «Рыжие все такие мудрые!» — усмехнулся капитан. «Пострелять не терпится. Да ты на героя не похож». У Журавлёва имелись основания так говорить. Хотя рыжеволосый, в кубанке со звездой и кожаной куртке, Аркадий Снитко выглядел браво. Даже имел трофейный автомат, один из немногих в партизанском отряде. Капитана поддержал его заместитель, старший лейтенант Фёдор Кондратьев. «Близко к насыпи лезть не надо. Дай бог, чтоб заряд рванул нормально. Если в составе цистерны, достанем их и отсюда, зажигательными пулями». Оба пулемёта замолкли, и немецкие сапёры стали осторожно ворошить щебень стальными щупами. Действовали они грамотно, опасаясь противопехотных мин. Но и долговязый старлей Кондратьев был далеко не новичком. Чтобы первая диверсия на железке не сорвалась, Фёдор заложил в насыпь вторую мину натяжного действия. Её немцы пока не заметили, и находилась она рядом с броневагоном. «С эшелоном не получится». Тронул он за плечо Журавлёва. «Рванём мотовоз, пока он на мине стоит». «Давай», — отозвался после короткой паузы капитан. «Мина натяжного действия» — штука примитивная и опасная в применении. Зато довольно надёжная. Хитрости в ней немного. Самое главное — натянуть замаскированный шнур и выдернуть чеку. По условному сигналу сапёр Стёпа Пичугин, спрятавшийся в 70 метрах от насыпи, потянул шнур. Ему в операции отводилась самая опасная роль. Требовалось минута или две, чтобы натянуть замаскированный шнур и выдернуть чеку. Николай Мальцев видел, как младший сержант Пичугин по прозвищу «Воробей» быстро подтягивал шнур. При этом он невольно высунулся из-за поваленной сухой берёзы. Его могли увидеть в любой момент и открыть огонь. Ситуацию понимали все, а шнур, как назло, продолжал растягиваться, оставляя «Воробью» всё меньше шансов на благополучный исход. «Мальцев! Грицевич! Огонь! Гасите пулемёты!» — скомандовал Журавлёв. Снайпер Василь Грицевич уже держал на мушке первого номера из расчёта крупнокалиберного машин-гивера. Он выстрелил в тот момент, когда пулемётчик разглядел русского диверсанта и склонился к своему массивному МГ калибра 13 мм. Пуля ударила в край щита и ушла рикошетом в небо. Пулемётчик, слегка оглушённый ударом бронебойной пули, ответил неточной очередью. Николай Мальцев успел дать короткую пристрелочную очередь по второму пулемёту, когда Пичугин дёрнул туго натянутый шнур. Раздался негромкий хлопок сработавшего запала, а спустя пять секунд взорвалась мина, усиленная брусками тола. Поднялся фонтан земли и щебня. Мощный заряд вывернул рельс вместе со шпалами. Броневагон встряхнуло и накринило. В какой-то момент он едва не перевернулся. Но левое переднее колесо застряло между треснувших шпал и удержало платформу. Она застыла, накренившись под углом 20 градусов. Двоих солдат сбросило на щебень. Оба пулемёта пока молчали. Их расчёты приходили в себя. Обер-лейтенант, удержавшись за поручень, отдавал быстрые команды. Он бы наверняка сумел организовать отпор, но белорус Грицевич, поймав его в оптический прицел, выстрелил точно. Офицер в серо-голубом френче продолжал держаться за поручень. По выше левого нагрудного кармана расползалось тёмное пятно. В этот момент открыла огонь вся группа. Мальцев хорошо видел расчёт МГ-42. Двоих солдат, мастившихся на перекошенной площадке и уже наводивших свой скорострельный пулемёт в цель. В них стрелял не только Мальцев, но и Журавлёв из своего ППШ, давая возможность добежать до безопасного места Степану Пичугину. Трое немецких сапёров, опытные и расторопные солдаты вермахта, успели залечь за рельсами и вступили в бой. Три карабина били неторопливо и прицельно. Их размеренные выстрелы отличались от беспорядочной стрельбы, которую ввела оглушённая сильным взрывом команда броневагона. Взрыв тряхнул его крепко. Крупнокалиберный машин-гивер, кажется, вышибло из станка. Расчёт МГ-42 пытался вести огонь, но очереди шли не точно. Один из солдат, выброшенный взрывом, лежал неподвижно. Второй полз по насыпи вниз. Пуля ударила его в спину. Но даже получив тяжёлое ранение, он ещё сильнее заработал локтями, стремясь укрыться в траве у основания насыпи. Журавлёв понял, что атаковать и добить броневагон с его оглушённой командой надо именно сейчас. Грицевич, прикрывай! Остальные в атаку!